14 сентября 2015 года в 12 часов 50 минут и 45 секунд по москве произошло одно очень интересное событие которое вы возможно даже не заметили на самом деле в тот самый момент вас да именно вас совсем чуть-чуть растянуло что спросите вы как это растянуло а мы ответим растянуло не только вас а вообще все вокруг все предметы все здания воздух океаны и всю планету ну и сжалы чуть-чуть тоже а вместе с нами это же произошло еще с двумя детекторами находящимися в противоположных концах сша которые зафиксировали очень схожие сигналы почти одновременно а спустя всего два года трем ученым из сша будет вручена нобелевская премия по физике дело в том что тогда были впервые зафиксированы гравитационные волны и впервые экспериментально подтверждена теория альберта энштейна об их существовании теория кстати 100 летней давности сегодня мы с вами разберемся что вообще такое гравитационные волны как их зафиксировали и поверьте это действительно круто ну и конечно посмотрим на один из самых чувствительных приборов созданных человеком возможности постройки которого не верил сам эйнштейн в общем устраивайте поудобнее наливайте чай это droider с вами валерий стишев погнали разбираться в 1915 году альберт энштейн представил миру свою главную теорию которая описывает то как работает наша вселенная это была общая теория относительности которая объясняла почему все тела притягиваются друг другу она представляла все во вселенной как единое пространство время а притяжение именно как изменение этого пространства времени к сожалению представить это в реальности трудно ведь речь идет о четырехмерном пространстве но можно убрать одно из пространств тогда все становится чуть более понятно представьте себе сильно натянутую простыню она будет нашим пространством теперь на эту простыню мы положим тяжелый шарик получилось воронка это воронка фактически как гравитационная яма. Теперь, если вокруг нее мы покатим шарик поменьше, то он, вращаясь вокруг более тяжелого объекта, будет медленно к нему приближаться и как бы падать в эту ямку. Это вращение вокруг крупного объекта и есть движение по орбите, благодаря которому вокруг планет вращаются спутники, Земля вращается вокруг Солнца и вообще все во Вселенной взаимодействует. И дело в том, что Эйнштейн еще описал, что из-за движения объекта в самом пространстве времени оно искривляется и может сжиматься и растягиваться само по себе. То есть абсолютно любые объекты, имеющие массу, могут это делать. Даже вы, когда встаете с дивана, искривляете пространство вокруг себя. Совсем чуть-чуть, но все-таки искривляете. Так вот, а если эти объекты очень тяжелые, такие как нейтронные звезды или черные дыры, то они искривляют пространство уже существенно. И мало того, что искривляют, так еще и могут создавать волны в этом пространстве вокруг себя. И эти волны распространяются через Вселенную со скоростью света. По сути, они похожи на волны на воде, когда в нее попадает камушек. Давайте еще раз для закрепления. Гравитационные волны — это фактически рябь самого пространства вокруг нас. Просто невероятно, а? Так вот, Эйнштейн предсказал их существование. Но он также сказал, что эти волны настолько слабые, что человечество вряд ли когда-нибудь построит столь чувствительные приборы, чтобы их уловить. Но человечество решило, что надо доказать, что Эйнштейн прав, и надо как-то эти волны зафиксировать. Так, а почему же они такие слабые? Все дело в расстоянии. Эта волна, как и любая волна, со временем затухает. А когда такое событие происходит в миллиардах световых лет от нас, то до Земли доходят только жалкие отголоски тех колоссальных событий. Ну а насколько же они слабые? Вот представьте, вам нужно измерить шкаф. Но с какой точностью вам нужно измерять, чтобы не ошибиться? Например, точности в полмиллиметра будет вполне достаточно. Даже избыточно. А как вы думаете, какая точность должна быть у детектора гравитационных волн, чтобы их зафиксировать? 10 в минус 18 степени. Или попробуйте почитать нули. Это просто невероятно малое расстояние. Это как одна десятитысячная размера протона. Ну или если сказать по-другому, то нужно уметь измерять расстояние 40 триллионов километров с точностью до толщины человеческого волоса. Как вообще возможно такое измерить? Тут нам на помощь приходят невероятные свойства света. Точнее, его волновая природа. А именно, возможность электромагнитных волн интерферировать. Если вы забыли, что такое интерференция, это когда две или более волны накладываются друг на друга и могут таким образом увеличивать или уменьшать амплитуду. Вы ведь наверняка помните, как работает шумодав в наушниках. Когда наушники посылают звуковую волну в противофазе и как бы отменяют внешний шум у вас в ушах. Тут точно такая же история, только со световой волной. То есть в нашем случае, если у вас два лазерных пучка с абсолютно одинаковой частотой, амплитудой и мощностью летят параллельно, но при этом их волны находятся в противофазе, то в конце детектор не сможет ничего измерить. Потому что волны полностью отменяют друг друга. Но в тот момент, когда один из этих пучков хоть чуть-чуть меняется, то сразу интерференционная картина меняется и волны перестают как бы отменять друг друга. На основе как раз таки этого основополагающего физическое явление, и были построены в 90-е годы два детектора Лего. А он такой говорит, ах вот ты куда подевался. Нормально. Ладно, последний анекдот и хватит на сегодня. В общем так, попадает как-то системный администратор в рай. У ворот его встречает при в рай. Кто это у нас тут? Системный администратор. Прекрасно. Очень рады, очень рады, что вы к нам. Мы тут вашу специальность любим. Вы, так сказать, богоугодным делом на земле занимаетесь. Облака, персональные данные, бигдата. Мы тоже тут, знаете, немножко статистику собираем. Коллеги, можно сказать. Ладно, это я отвлекся. Здрасте. Сейчас чисто для формальности пройдем по чек-листу и welcome. Развернул ли ты у себя в компании надежную, безопасную IT-инфраструктуру? Неа, не взвернул. Хм, странно. А по идее должен был. Ну ладно, не страшно. Разобрался ли ты в работе Kubernetes и Docker? А почему тебя к нам направили-то? Ну хоть DevOps? Практики-то изучал? Не, не изучал. Тут ошибка какая-то. Бас данных, наверное, слетела. В общем, с таким послужным списком к нам нельзя. Тут вам этажом ниже надо. Так, погодите. Так мне это все для работы не нужно было. Это как? А вот так. Просто в нашей компании мы воспользовались услугой администрирования сервисов от Selectel. А что это такое? Ну, смотрите. Selectel — это один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Они помогают компаниям не только выбрать и развернуть IT-инфраструктуру, но и самое главное — управлять ею. Внедрили лучшие методологии создания сервисов, а потом еще круглосуточно следили, чтобы все работало исправно и, главное, с гарантированно высоким уровнем доступности сервисов — 99 и 98%. Поэтому вместо того, чтобы заниматься рутиной на работе, я занимался другими добрыми делами. Хмм, надо изучить поподробнее, а то у нас с этими списками грешников вечные проблемы. Скинь контакты, ребят. Так все есть по ссылке в описании. Кликайте и там, прямо на сайте, оставляйте заявку и Selectel займется вашей IT-инфраструктурой. Ну тогда проходи. Рай прямо за воротами. А какой логин и пароль на воротах? Так админадмин. Спасибо, тогда я пошел. Ну а мы возвращаемся к видео. И чтобы вы понимали, каждый детектор — это уголок со сторонами длиной 4 км каждая. Только представьте, для регистрации таких маленьких величин нужно построить инструмент с длиной плеча в 40 футбольных полей. Ну а в самом углу этого сооружения находится лазер. Да и не просто какой-то лазер, а специальный лазер мощностью 1 мегаватт. Далее этот лазерный луч с помощью специального зеркала разделяется на два луча. И один из них отклоняется на 90 градусов. То есть каждый луч как бы улетает в свое 4-километровое плечо детектора. В конце каждого плеча находятся одни из самых гладких зеркал, которые когда-либо производились человечеством. Каждый из них весит по 40 килограммов и подвешено на тонкие кварцевые нити толщиной всего 0,4 миллиметра. Это все нужно для поглощения вибраций. Кстати, по поводу вибраций. Вы ведь наверняка обратили внимание, что детекторов два. Так зачем же их два? А все дело в том, что когда вы пытаетесь измерить размеры в тысячные диаметра протона, то даже взмахнувший крыльями комар может помешать вашему измерению. Но, как мы уже говорили, гравитационные волны хоть и слабые, но действуют они на все. Они проходят через всю планету. Именно поэтому было построено два детектора в двух дальних концах США. Один в штате Вашингтон на севере-западе страны, не путать со столицей, а второй в штате Луизиана на юге страны. В результате оба детектора находятся друг от друга в чуть более чем трех тысячах километров. Гравитационной волне требуется около 10 миллисекунд, чтобы это расстояние преодолеть. А раз волна пролетает через всю планету, то она пролетает и через оба детектора. И когда измерения этих двух детекторов совпадают, считается, что это и была гравитационная волна. Но задержка между этими измерениями как раз и составляет около 10 миллисекунд. Ну а если есть какие-то сторонние вибрации, они регистрируются только одним из детекторов. Соответственно, они не считаются. Теперь вернемся к нашим лазерам. То есть когерентный свет летит в плечи детектора, отражается и летит обратно. Если гравитационная волна не проходит в момент работы детектора, то никакого сдвига по фазе и нет. Но как только она проходит сквозь него, то одно из плеч чуть-чуть удлиняется, что приводит к тому, что свет уже больше не находится идеально в противофазе и появляется очень слабый сигнал. И тут внимательный зритель спросит нас, а как же так? Если гравитационная волна изменяет все вокруг, то она и свет может немножечко растянуть и сжать. И как тогда измерить, если весь свет тоже растянулся вместе с длиной плеча. И тут нам опять на помощь приходит потрясающая красота физики. В нашем мире есть скорость света в вакууме. Это абсолютная величина, которая не зависит ни от чего. Свет в вакууме всегда летит с одинаковой скоростью, даже если его немного растянуло или сжало. То есть можно измерять не только сигнал от волн, но и то, сколько времени свету надо на прохождение каждого плеча. Если это время меняется, то значит трубка чуть-чуть удлинилась или сжалась. В общем, можно сказать, что Эйнштейн недооценил того, как может развиться человечество. Гениально же! Но для того, чтобы все работало, соответственно, нужен очень хороший вакуум. Каждая сторона детектора содержит в себе длинные 4-х километровые вакуумные трубки. Только представьте, что на их откачку нужно целых 40 дней. А сам откачиваем объем. Второй по размеру после большого адронного коллайдера. Ну и вы, кстати, друзья, не оставайтесь в вакууме. Подпишитесь на канал, расскажите об этом видео вашим друзьям, также нажмите лайк. Для вас это всего лишь клик, а нам приятно. Кстати, почему бы не вспомнить нашу традицию? Если этот ролик наберет 25 тысяч лайков, то мы снимем видео о том, как человечество еще раз решило покорить Луну. О новых лунных миссиях. В общем, не жалейте лайков, видео будет интересно. И вот в сентябре 2015-го впервые были зафиксированы первые гравитационные волны, что стало одним из главных открытий физики, да и вообще науки 21-го века. Это были волны от слияния двух черных дыр массами около 36 и 29 масс Солнца. В результате получилась черная дыра размером 62 солнечных массы. Ну а куда же тогда делись еще целых три Солнца? А это была та колоссальная энергия, которая выделилась в результате этого столкновения. И частичку которой спустя почти 1,3 миллиарда лет мы тут с вами на Земле и зарегистрировали. И вот в течение всего 7 лет мы уже зарегистрировали волны не только от слияния черных дыр, но и от слияния нейтронной звезды и черной дыры и от слияния двух нейтронных звезд. Таким образом мы закрыли все возможные теоретические сценарии образования таких волн. Достаточной силы, чтобы мы могли их измерить. Но потребовалось нам всего какие-то 100 лет, чтобы доказать одну теорию великого Эйнштейна. Не знаю как вам, но нам кажется невероятно красивым, когда человечество изобретает новые методы изучения мира вокруг нас, используя основополагающие законы физики. Да и не только изобретает, но и таким образом наглядно подтверждает великие теории, такие как теория относительности. Кроме того, на этом все не закончится. Уже разрабатывается новый этап наблюдения за гравитационными волнами. И в этот раз с плечом не 4 километра, а 1 миллион километров. Понятное дело, что на Земле такое не построить. Ну, у нее диаметр почти 13 тысяч километров. Для этого планируется запустить три спутника. И проект называется Лиза. Вот тут точность уже будет сильно выше. И она позволит детектировать слияние сверхмассивных черных дыр на границе вселенной. То есть заглянуть в прошлое почти что к самому большому взрыву. Однако запуск планируется только в 2037 году. Что ж, надеюсь дождемся. Спасибо большое за просмотр. Это был Дроидер. С вами был Валерий Истишев. И до встречи в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok